Я их оформила пока просто самыми простыми упражнениями. Это язычок артикуляционный, это язычок, зубки-губки. Вот очень всё простое. Самые-самые простые. Из этой массы упражнений вам нужно выбрать десяток любимых. И так попытаться посмотреть, чтобы они были на всё направлены. И на губы, и на зубы, и на челюсть, и на язык. Вы поиграете в это. Через какое-то время я дам вам чуть-чуть более сложные упражнения. Тоже будут вот так распечатаны с картинками и описаниями. Там будут упражнения уже с применением дыхательных техник. Все речевые упражнения в блоке сочетают в себе дыхательную практику, артикуляционную практику и ещё акупунктурную гимнастику. Акупунктурную гимнастику они уже освоили. Те, кто занимается с прошлого года, совсем хорошо. Вы можете им напоминать, они будут дома делать сами. С вами сейчас я её быстро покажу. Она полезна не только им, но и нам. Особенно, когда респираторные заболевания. Когда у них носик заложен, какие-то сопли потекли. Два пальчика воздействуют на активные точки. Их несколько. Важно только учесть, что первая точка должна обязательно быть на напряжённых губах. Попробуем? Ставьте пальчики. Губки нужно вытянуть вперёд трубочкой и напрячь. Я жду от вас действий. Ставим пальчики.